Всем привет, ребята, меня зовут Богатеющий Ди, надеюсь, я тебя не отвлёк от чего-то важного, ведь я понимаю, хороший вечер, хочется отдохнуть, я занимаюсь тем же. Но тут внезапно вижу, как сейчас делают историю. Прямо сейчас делают историю, не побоюсь этого слова. Возможно, это начало того, о чём говорил путешественник во времени, если ты помнишь это. Он тогда сказал, что вернулся к нам из будущего для того, чтобы прекратить нашу деятельность. Ведь в будущем ситуация будет паршивой. В будущем будет только два вида богатства, земля и криптовалюта. И что касается криптовалюты, он сказал, что в будущем будут целые биткоин-цитадели. Что же это такое? Это изолированные города для биткоин-богачей. Звучит как сценарий для нового фильма «Терминатор», «Терминатор», «Биткоин-апокалипсис». Но дело в том, что сегодня президент Сальвадора объявил о планах создать первый биткоин-город в мире, который будет называться «Биткоин-сити». Фантастика просто. Президент Сальвадора, по-моему, становится рок-звездой нашего времени наряду с генеральным директором микростратегии Майклом Сейлором. Что же это значит для нас, биткоин-холдеров? Это значит, что Сальвадор собирается вложить еще полмиллиарда долларов в биткоин. Я нашел вот такую табличку интересную. Что это такое? Это покупки биткоина Сальвадором. Как мы видим, он покупал 4 раза биткоин. В целом, около 1000 биткоинов они купили. Выходит, что они собираются совершить самую масштабную покупку биткоина в своей истории на сумму в полмиллиарда долларов. Это много. Однако, как мы видим, финансирование создания биткоин-города будет идти за счет облигаций на сумму 1 миллиард долларов. Как раз вторая половина этой суммы пойдет на инфраструктуру этого нового, самого первого в мире биткоин-города. При этом, что интересно, биткоин-сити будет построен возле вулкана. Почему же? Потому что за счет этого вулкана биткоин-город и будет получать энергию, говорит нам президент Сальвадора. Именно поэтому первая в мире биткоин-облигация, которую выпустит Сальвадор и будет называться Вулкана Бонд. Ну, либо Биткоин Бонд. Для реализации этого проекта Сальвадор уже заключил партнерство с Блокстрим и Битфинексом. Это крупные блокчейн-компании. Блокстрим уже сообщил об этом сотрудничестве у себя в Твиттере. Они написали, что рады сотрудничеству с Сальвадором, а их миссией является выпуск токенизированных облигаций на сумму 1 миллиард долларов для покупки биткоина, создания инфраструктуры, энергообеспечения и майнинга в самом первом Биткоин-сити. Битфинекс также заключил партнерство с Сальвадором и написал об этом у себя в официальном Твиттере. Он заключил это партнерство как раз-таки для того, чтобы работать над созданием этой инфраструктуры, а также предоставить программные решения для обмена цифровыми бумагами, что позволит правительству Сальвадора выпустить свои биткоин-облигации. Президент Сальвадора Наиб Букеле отметил, что на территории Биткоин-сити будет также и привычная физическая инфраструктура, жилые дома, торговые центры, аптеки и так далее. Если ты думаешь, что челюсть должна отвиснуть уже сейчас, то придержи ее, ведь дальше вообще что-то немыслимое для современного мира. Биткоин-сити не будет иметь налогов, там не будет налогов вообще никаких, кроме НДС. 0% на доходы, 0% на рост капитала, 0% на собственность, 0% на все и 0% углеродного следа, ведь энергию они будут добывать за счет вулкана. Это Биткоин-сити, город будущего. Как они это сделают, я не знаю, но я уже хочу жить в этом городе. Я так заострил твое внимание именно на Биткоин-сити, первом биткоин-городе в мире, что хочу напомнить. Сальвадор также инвестирует полмиллиарда долларов в биткоин. На самом деле сейчас это звучит достаточно привычно, что ли, но если задуматься... Еще раз, Сальвадор инвестирует полмиллиарда в биткоин. Страна инвестирует в биткоин. Государство целое, а не какой-то инвестор, организация или компания. Целая страна. Да, будущее действительно становится реальностью. Ведь когда-то мы говорили об этом в будущем времени, причем неопределенном и предположительном. На этом все, меня зовут богатейший Ди. Увидимся завтра, скорее всего. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok